Я родился в Эстонии, эстонское гражданство, всю жизнь провел здесь, но я не могу себя эстонцем назвать. В лесах Эстонии появился собственный Робин Гуд. Говорят, он титулованная особа. Отвечай, разбойник, кто ты и что ты тут делаешь? Я шведский король. Говорят, он влюблен в прекрасную Агнес. А она отвечает ему взаимностью. Вот только ее жениху это не нравится, и он пытается выменять невесту на мощи святой Бергитты. Александр Голобородько, Ингрида Андриня и Ролан Быков в фильме «Лидеры советского проката 1971 года». Последняя реликвия. В субботу в 12.15 на ЭТВ+. Я Юрий Юрбан Новиков, обладатель серого паспорта, музыкант и предприниматель. Занимаюсь промоутерской деятельностью, привожу в Эстонию известные российские группы, устраиваю концерты местных коллективов и из ближнего зарубежья. Серый паспорт я получил, что называется, по умолчанию. Когда исполнилось 18 лет, мне его просто выдали. То ли я сильно на эту тему не заморачивался, то ли в самом деле все было просто так. Ну, паспорт и паспорт, проездной документ. В те годы я особо не путешествовал, поэтому не придавал значения этому документу. Всегда общался и общаюсь с эстонцами, у меня достаточно много друзей и приятелей среди них. Языком я не владею в совершенстве, но всегда стараюсь изъясняться правильно и корректно. Если возникают сложности, перехожу на английский. Все истонно говорящие жители прекрасно владеют английским, как и я, в общем-то. Паспорт жить мне никак не мешает ни в повседневной жизни, ни в бизнесе, ни тем более в музыке. Женат я на эстонке, которую мой паспорт никак не отключает. Стремления или рвения принять эстонское гражданство абсолютно нет, но нет и никакой неприязни на этот счет. Если мне его предоставят, то отказываться я не стану, но и не побегу в припрыжку его получать. Считаю, что моя лояльность к Эстонии более чем доказана, а сдавать экзамены и ожидать решения комиссии считаю унизительным. Если меня что-то расстраивает, унижает, доставляет неудобства, я резко и категорически от этого дистанцируюсь. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на какой бы то ни было негатив. На столетие Эстонии я хочу пожелать республике, чтобы она была красивой, лояльной, замечательной. Ну и тогда все будет, в общем-то, в кайфе красиво. Продолжение следует... Добрый вечер, в эфире шоу «Дозорцев на ночь». Меня зовут Алексей Дозорцев, и эта неделя была наполнена большим количеством событий, посвященных, естественно, столетию Эстонской Республики. И мы об этом поговорим сегодня, конечно же, и не раз. Ну а пока немного о других новостях. Невероятное происшествие произошло с сталинским таксистом, который из-за бухгалтерской ошибки ровно неделю, незаметно для себя, пожил богачом. Держи, птичка. Сто франков. Ты заплатишь за наглость. Лучше быть наглым, чем смешным. Подробности сообщает газета «Ихтулехт». Несправная бухгалтерская программа компании «Таксифай» ошибочно перевела на счет бывшего водителя такси 200 тысяч евро. Ни много ни мало. Но по старой эстонской традиции требование о возврате было предъявлено не сразу, спустя лишь неделю. Водитель такси, назовем его Антоном, поскольку свое настоящее имя водитель назвать не решился, не работает в фирме «Таксифай» уже два года. 13 февраля ему позвонили из банка и поинтересовались, согласен ли он вернуть 200 тысяч евро своему бывшему работодателю. Но водитель после этих слов слегка удивился. И кто бы не удивился такому звонку. И только после этого Антон пошел в банкомат, заказал выписку и понял, что всю неделю на его счету лежали 200 тысяч евро. И он ничего о них не знал. И тут, конечно же, водитель удивился по-настоящему. Я передаю привет банкам, которые не присылают СМС о движении средств на счету. Вам кому-нибудь приходит СМС? Поднимите руки, кому приходит СМС сообщение. А мне не приходит. Ну, короче, деньги в итоге Антон вернул. Общаться с журналистами и раскрывать свою личность не желает. Ну, его можно понять. Хотя, скорее, нет. Ну, еще одна новость фактически на автомобильную тему. Юрген Лиге попался, опять попался полиция, ну, прям старик-разбойник, если верить газетному заголовку. Постимец пишет, что бывший министр финансов Эстонии, а ныне простой депутат парламента от партии «Реформ» Юрген Лиге попался на езде без прав. Сделал он это неумышленно. Срок действия водительского удостоверения закончился, а Лиге и не заметил. Ну, с кем не бывает. Что у вас с головой? Деньги. Семен Семенович. Понял. Штраф был заслуженным, а ошибка в тот же день исправлена, сказал Лиге журналистам. Однако, это не первый случай, когда он хулиганит на эстонских дорогах. Несколько лет назад политик получил штраф за превышение скорости, что крайне неприемлемо на эстонских дорогах. Ну и совершенно невероятная история. Через 20 лет после совершения кражи у одного из жителей Эстонии проснулась совесть. Но не это самое невероятное. Ну, как бы раз в 20 лет, конечно, это не очень часто, но хотя бы так. В конце прошлого года с полицией связался мужчина, который 20 лет назад в одном из баров старого Тальна украл контрабас. Прожил с этим контрабасом 20 лет, а это срок немалый. Люди друг с другом не всегда столько выдерживают. А тут человек с контрабасом жил, а теперь захотел вернуть музыкальный инструмент владельцу. Об этом пишет Постимес. Ну, чтобы вы понимали, контрабас сейчас в руках у Марии. Не тот, который украли, а ее собственной. А вот что бы ты сделала, если бы кто-то потрогал или стащил твой контрабас? Если что, я просто спросил. Потому что это, похоже, тянет как минимум на серьезную статью Уголовного кодекса. Немышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Например. Ну, я продолжу. 43-летний мужчина признался, что в 1997 году он ушел из бара на улице Ратаскаеву и прихватил с собой чужой контрабас. Ну, с кем из нас такого не бывало в 23? Человек, возможно, просто перепутал. Стоял контрабас, он подумал, что у него был такой, взял чужой и унес. Таллинские полицейские нашли в базе данных, что такая кража действительно была зарегистрирована. К сожалению, на данный момент владелец инструмента уже умер, но контрабас был возвращен его семье. Чтите Уголовный кодекс, никогда не обижайте музыкантов. Они играют, как умеют. Это программа «Дозорцев на ночь». С нами группа «Мандарин». Поехали! Сегодня в шоу «Дозорцев на ночь» участник проекта «Пришельцы» Юрий Юрбан-Номиков. Девушка, которая не устает показывать всем свой розовый микрофон. Алина Захарова. И старейшина столичного района Пыхья-Таллин. Раймонд. Кальюлайт. Продолжаем говорить об актуальном. Финские таможенники собираются провести аукцион по продаже биткоинов. Ни много, ни мало. А 2000 биткоинов на общую сумму 23 миллиона долларов накопилось на финской таможне. Все криптовалютное богатство таможня Финляндии не намайнила, как в принципе себе можно было бы представить, а собрала без отрыва от производства. Ну, то есть конфисковала. Большая часть криптовалюты была конфискована ведомством во время расследования дела о продаже наркотиков. Однако всего в целом биткоины изымались почти в рамках двух десятков различных дел. И теперь каждый желающий может купить себе немножечко заветных биткоинов. Денег, которые потрогать руками нельзя, но заплатить за них придется реальной валютой. Лично мне кажется, что финны в честь столетия Эстонии могли бы и не проводить никаких аукционов, а просто предложить себе биткоины нашей стране. Мы бы всей Эстонии скинулись примерно по 18 долларов. Это же дешевле, чем две бутылки Ванна Таллина. И выкупили бы себе биткоины у финнов для своего госбюджета и перспективных инвестиций. Хотя, зная жителей Финляндии, мы могли бы просто все на Ванна Таллин обменять. Тем временем, в другой соседней стране, России, тоже пытается всячески обогатиться с помощью виртуальных денег. Основатель криптовалюты Призм Алексей Муратов, сейчас в России кого не плюнешь, попадешь в какого-нибудь криптооснователя. Короче, собрал всех любителей блокчейн-технологий в темном лесу, близ города Домодедово, на криптомасленицу. И вот как это выглядело. Мы сжигаем сейчас систему старую, старую систему сжигаем. Последователи Муратова сжигали доллары в огне и таблички с датой основания Федеральной резервной системы. По мнению криптовалютчиков, ФРС виновата во всех их бедах, ну что в принципе сразу было видно по содержанию ролика. ФРС не люди. ФРС не люди? ФРС не люди. Это система порабощения. В финале священно действия пришла темный маг Ярославна и вызвала темного дракона с целью увеличить процветание участников этого кружка любителей криптовалюты. Я взываю к черному дракону. Черному дракону. По словам организаторов этого криптошабаша, необходимый эффект был достигнут благодаря магии, естественно магии. И в ближайшее время мы своими глазами увидим, как долларовая система рухнет. Но мы в шоу «Дозорцев на ночь» подготовились к любым подобным форс-мажорам и заранее выпустили свою настоящую эстонскую криптовалюту аккурат к столетию республики. Вот она у меня тут в рамочке. Прошу любить и жаловать, встречать. Наша новая разработка. Вот так вот, надеюсь, вам видно хорошо. Так это же старые эстонские кроны. В смысле старые? Мне сегодня таксист нормальный имя отдал сдачу с 500 евро. Добро пожаловать в Эстонию. Перед каждым днем независимости канал ЭТВ Плюс напоминает, что в Эстонии проживает до сих пор огромное количество лиц без гражданства, так называемых серопаспортников. На этой неделе в эфир вышел спецпроект «Пришельцы», в рамках которого самые смелые обладатели серых паспортов рассказывают свои истории. И сегодня один из участников проекта «Пришельцы» – музыкант, промоутер и просто хороший человек с серым паспортом Юрий Юрбан-Новиков в студии программы «Дозорцев на ночь». Во-первых, как будет правильно и как удобнее, как комфортнее обращаться Юрий или Юрбан? Можно Юрбан. Юрбан. Почему ты согласился принять участие в нашем спецпроекте «Пришельцы»? Почему нет? Позвонили, позвали, денег не обещали, но тем не менее, почему нет? Я тебе просто раскрою некоторый секрет. Не каждый человек согласился, почему я говорю, что самые смелые и те, кто действительно говорит об этом вопросе, достаточно открыты. Как ты относишься? Почему ты до сих пор с серым паспортом? Ну, я, в общем-то, в этом проекте обозначил, почему я до сих пор с серым паспортом, за что был немножко, как сказать, обхайн в социальных сетях. Я у себя на странице в Фейсбуке разместил этот сюжет о том, как я рассказываю, и, значит, посыпались некоторые, скажем так, нелестные отзывы о том, что… Я сказал, что мне унизительно сдавать экзамен по эстонскому языку, поскольку это для меня то же самое, что доказывать, что я человек, а не паровоз или обезьяна. Вот. Ну, там и ватником обозвали, и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что всё, что я сказал и говорю, это никак не относится к политике, поскольку я человек аполитичный, потому что абсолютно не разбираюсь в политике, а как я могу говорить или спорить о том, чего я не знаю. Твоё решение, как ты считаешь, как нужно решить вопрос с серыми паспортами? Всем дать гражданство. Вот так вот, нулевой вариант. Нулевой вариант. Да, другого быть не может. Ну, люди здесь проживают, окей, будем говорить банально, да, платят налоги, всё это понятно, лояльность доказана, тоже все об этом тысячу раз говорили. Есть ли какой-то фактор, то есть человек должен прожить 10-20 лет, или он прожил здесь до развала Советского Союза, есть ли какой-то всё-таки фактор для такого нулевого варианта? Ну, с 91-го года, да, как говорят, что… То есть рождённые люди до 91-го года. Я родился в 79-м. Ты промоутер, приводишь в Эстонию популярные группы. Да, да, хорошо, что ты обозначил это. Можно на ты? Да, конечно, конечно. Да, да, потому что я знаю, что в России, например, промоутер – это человек, который раздаёт флайера листов. Всё о чем-то разному, это как в любой профессии, продюсеры тоже бывают разные. Да. Я тоже, правда, продюсер. Так вот, совсем недавно ты привозил Чигаркова, группу Чиши Корр. Чиши компания. И я так понял, что концерт был крайне популярным. Sold out. Sold out. Почему столько людей пришли послушать Чижа? Для меня это загадка, потому что я привозил группы, скажем так, не менее популярные и не менее интересные, и они собирали гораздо меньше народа. Кто будет следующий? Кого привезёшь? Такого уже классного, возможно, того, кто соберёт вновь полный зал? 23 марта будет группа Tequila Jazz, уже в том же клубе. 13 апреля, прошу прощения, будет группа Кирпичи. 1 июня будет группа Серега. Ведём переговоры, приоткрою немножко, с таким музыкантом, как Виктор Зинчук. Так. Вот такие вот планы. Ну, а на осень я, опять же, я, может быть, немножко забегаю сам вперёд, впереди самого себя бегу, но есть такой план на группу Сплин. Скажи, 24 февраля, День независимости, для тебя это праздник или очередной выходной? Праздник. Я даже могу сказать, что у меня дома намечается праздничный ужин вместе с моей любимой супругой, именно вот приуроченный к столетию Эстонской Республики. Юрбан, такой вопрос из серии гипотетического. Если бы сейчас была возможность выбрать любую страну и любое гражданство, вот прям сразу, ты бы сделал выбор и куда бы ты уехал? Вот завтра уезжаете вместе с супругой? Сложный вопрос, я всё пытаюсь понять, куда бы я уехал. Я бы уехал, наверное, знаете, в Нарву. Но у меня мечта переехать, жить в Нарву. Это очень просто, а тем более... Мне оказалось не так просто. Сейчас Нарва станет, будем надеяться, культурной столицей Европы. Да, я за это очень. Нарва is next. Супер. Многие сейчас поздравляют Эстонскую Республику с юбилеем. Кто как только может. У тебя есть такая возможность в рамках нашей программы сказать поздравления для Эстонии. Поздравляю Эстонию с этой знаменательной датой. Желаю, чтобы всё было красиво, кайфово, замечательно. Чтобы все радовались, дружили, любили и ходили почаще на концерты живой, хорошей музыки. И потеплее, чтобы скорее стало. Юрий Урбан Новиков был в гостях, ушёл. Дозор Савтонович, большое спасибо, что к нам пришёл сегодня. Спасибо вам. Все мы в эти дни живём не только праздничными мероприятиями по случаю столетий Эстонской Республики, но и Олимпийскими играми в корейском Пхёнчхаре. 19 февраля там прошли соревнования по лыжному хавпайпу среди женщин. Ну, это такая дисциплина, где лыжники съезжают по спуску, ну, а потом исполняют зрелищные трюки на специальной рампе. Кто набрал больше очков, тот, собственно говоря, и победил. Всё просто. Однако в олимпийской квалификации выступила американка Элизабет Суэйни. Она, несмотря на то, что представляла Венгрию, как бы это ни было удивительно, вместо серии трюков она неловко спустилась со склона, чтобы сильно не разгоняться, ну, а затем просто проехалась по хавпайпу, практически даже не подпрыгивая, тем самым подтвердив старое доброе, простите, главное не победа, а участие. Но позже выяснилось, что Суэйни попала на Олимпийские игры, найдя изъяны в системе отбора. 33-летняя спортсменка, работающая в Кремниевой долине, начала заниматься лыжами всего в 25 лет и раньше представляла сборную Миннесуэлы. Ну, мне-то осуждать не за что, я тоже раньше представлял другую телевизионную сборную. Для отбора в Южную Корею ей нужно было несколько раз попасть в топ-30 на международных соревнованиях, ну и поэтому она ездила только по тем соревнованиям, где участвовало менее 30 спортсменов. И без всякого допинга. Обычная математика. Но посмотрите, какие теперь у неё есть фото в Инстаграме. Я думаю, что Олимпийскому комитету Эстонии стоит взять на вооружение подобный метод. Вообще вся эта история напоминает старую шутку про белорусского фигуриста, который шокировал судей своим выступлением. Спортсмены из других стран катались под музыку, а он сам пел. Все мы прекрасно с вами понимаем, я и вы, зрители программы «Дозорцев на ночь», что этот момент невозможно отсрочить, и рано или поздно это произойдёт. В студии нашего шоу Алина Захарова и её розовый микрофон. Алина, не знаю даже, что и сказать. С праздником! Спасибо! И тебя с праздником! Спасибо! Что с вами произошло? Ваша одежда... Где ваша одежда? Моя одежда сегодня такая, потому что я патриотка, я в курсе всех событий, и я, как истинный, добропорядочный гражданин, была на репетиции парада с женщинами-миротворцами. Женщинами-миротворцами? Да, мы за мир! Расскажите поподробнее, где это было и что там происходило? Ой, так, ну это было в общем таком месте, экстремальном, в котором нельзя было ни веселиться, ни шутить... В Марду? ...ни брать... О, нет, немножечко поближе к нам. Это было здесь практически, рядом. В соседней студии. Нет, нет, там было очень холодно. И да, но я веселилась как могла. Вижу, Алина, что вам изъясняться по-русски совсем сложно. Стоп, 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 стоп. Я... Как мы вышли из положения-то? Как? А мы вышли так, что я стала генералом-помпоном. И я... У меня была армия помпонов. Давайте посмотрим генерала-помпона, Алина Захарова, ее розовый микрофон. Во что ты вляпалась, Алина? Сейчас узнаем. Все думают, что я легкомысленная. Но на самом деле, я очень серьезная патриотка. И сегодня я буду учиться поднимать боевой дух и маршировать вместе с такими же женщинами-патриотками. У меня военных тайн нет. Я абсолютно мирный гражданин Эстонии. Работаю директором детского сада. А вы вообще строгий директор-то в садике? Марширую, заставляете маршировать их? На спортивных мероприятиях, да, приходится маршировать. И вот, строй уже идет. Я маршировала вместе с ними. Это было очень тяжело. У меня путались ноги. Я держала свою голову, но меня спас мой патриотизм. И я дошла до самого конца. Марш! Только вы не боитесь ошибиться на параде? Ох, и как? Конечно, всегда боюсь. Но у нас очень много тренировок. Перед парадом особенно. Так что все должно пройти как по маслу. Форма Найс Коду Кайца очень красивая. Если смотреть на фотографии, то в форме красиво быть везде. И на параде, и где-либо еще. Все женщины в форме красивые. Особенно в форме Найс Коду Кайца. И вот они встали на плац. Я там тоже стояла и говорила все важные слова. Сначала не знала, что говорить. Но потом, когда все начали произносить, я повторяла за ними, чтобы не выбиваться из строя. И самое важное, что я сказала, это про президент и про генерал. Вообще, женщины умеют тут не только стрелять. Они еще здесь готовят супчик, вяжут носки, делают уколы. В общем, они делают все, чтобы солдаты были в тепле и уходе. Вы носки вяжете? Да. А для кого? Для чего? Мы вяжем для роддомов, для маленьких, которые в это время не было родителей. И для мужчин, которые на МИСИ. Я лично оружием не занимаюсь. На Найс Коду Кайца организации мы занимаемся формированием, мы занимаемся медициной, занимаемся питанием, организацией питания. Мы занимаемся молодежью, мы занимаемся спортом. Ой. И культура тоже. То есть вы и повар, и медсестра, и организатор? Абсолютно, как каждая нормальная женщина. Но я не такая. Тогда придется вам подрасти. Ой. И маршируем на месте. Руки главное выпрямлять так ровненько. И следить за строем. А теперь на счет три начинаем. И в васок. В васок. Ой. Да, честно говоря, Алина, я бы вас вообще никуда не подпустил там. И будучи в форме, ни на какие вопросы не отвечал. Ну хорошо же получилось. Получилось неплохо. Я решила показать все свои эмоции там. Мне кажется, вам тоже нужно вступить в такие ряды самообороны. Нет, тогда будет хаос. Я лучше в тылу посижу. Тихонечко. Так, а я... Что у вас в мешочке? Что это за мешок? Я дарила подарки, и все бесполезно. Я дарила тебе. А решила, наконец-то, надо что-то полезное. И в армии самое полезное это тушенка. То есть вы, Алина, максимально уверены... Давайте, давайте, давайте. И флажок прилагается. М? Да. Вот за это спасибо, кстати. То есть вы, Алина, максимально уверены, что мне уже пора в армию? Конечно, уже давно пора. Алина, как ты будешь отмечать День независимости? Не задумывалась об этом еще. Так я его отметила заранее. А что будете делать в субботу? В субботу? А вы меня хотите куда-то пригласить? Алина Захарова и ее розовый микрофон. Спасибо, что зашла. Жду тебя через неделю. Не гуляй слишком много на выходных. Далее в шоу «Дозорцев на ночь». Старейшина столичного района Пыхья-Таллин. Раймонд Кальюлайт. Одна из основных новостей всего 2018 года – это празднование столетия Эстонской Республики. День независимости уже завтра, 24 февраля. Поздравляет Эстонию... Ну, все как могут. Стараясь выбрать максимально оригинальный способ. Ну, например, поздравляю Эстонию. Я написал в воздухе пилот вертолета. Кто поздравит с днем рождения девушку свою? Так как это делает пилот... На этой карте, которую вы сейчас увидели, траектория полета вертолета зафиксирована на сайте Flightradar. То есть, если вы случайно увидите какой-то вертолет, который летает туда-сюда, туда-сюда, вы не подумайте, что пилот – идиот. Он художник и рисует при помощи GPS-навигатора. Например, закрашивает фон. Оригинальное поздравление Эстонской республики с юбилеем подготовили и некоторые госучреждения. Полицейские, спасатели и работники скорой помощи города Пярну устроили патриотический флешмоб. А вот Ляя Нехариусский отдел полиции, как бы соревнуясь со своими коллегами из Пярну, записал эпичное видео в рамках флешмоба «Эстония танцует». Однако не все жители Эстонии готовы к беззаботным танцам в День независимости. Недовольных акцизной политикой страны призывает 24 февраля на массовый выезд в соседнюю Латвию, чтобы основательно там закупиться всем необходимым для празднования Дня независимости и, конечно же, праздничного настроения. Тоже флешмоб в своем роде. Мы продолжаем поздравлять Эстонскую республику со столетием. И, как вы понимаете, сегодня будет у нас еще один гость в студии программы «Дозорцев на ночь» старейшина столичного района Пыхья-Таллин Раймонд Кальюлайт. А вы, простите, вы для всех танцуете или это только для меня? На праздничной неделе, конечно же, для всех. Красиво. Раймонд, как вы отмечаете независимость Эстонии? Грандиозно, конечно, грандиозным образом. Я думаю, что... Ну, конечно, у меня есть официальные свои должности, где я должен находиться. Мы будем праздновать жителей района Пыхья-Таллина. Я думаю, что этих разных мероприятий, связанных с столетием, уже накопилось где-то 25-30 или что-нибудь такое. Так что я гимн эстонский слушал столько, сколько, наверное, со всю свою жизнь до этого. Но потом я же это самый все-таки представитель помоложе поколения, поэтому я думаю, что субботу вечера мы выйдем в разные андерграундные местах. А есть и такие в районе? Есть, конечно, особенно в Каламе, в Тельскиве, где собирается, скажем, богема нашего района. И с ними вместе отметим, конечно, столетие эстонии. Поправьте меня, если я не прав, вы, кроме государственной деятельности, ответственного поста, еще занимаетесь искусством. А если это можно, тогда вы диджей. Откуда вы знаете? Я это делаю очень секретно. Тоже, опять же, в андерграундных заведениях Пыхья-Таллинах. У вас какие-то редакторы? Что вы еще знаете? Есть знакомые в районе Пыхья-Таллина. И я сам присматриваю тоже. Да, это бывает иногда, бывает. В самом деле, я очень люблю музыку. И в мире так много такой музыки, про которого, может быть, люди забыли. 90-е годы, например, Великобритания делали очень много хорошей рок-музыки. В 80-е, 70-е годы, там, Дэвид Боуи, Принц, ранний Майкл Джексон, поздний Майкл Джексон. Различные такие артисты, которых, может быть, люди даже не знают, что они существуют, но они делают очень хорошую музыку. И да, иногда на вечеринках я играю музыку. Я не умею каких-то трюков с пластинками и так далее, но переключать от одной песни на другой я умею. И в самом деле... Я, в общем-то, я думал, вот если у меня возникла такая возможность когда-нибудь, чтобы у меня была какая-то своя радиопередача, я бы с удовольствием делал музыкальную передачу. Но без всякого там пиара политического, не говорил бы людям про ступенчатый подоходный налог. Хотя, казалось бы, можно было и эту тему как-нибудь между композициями затронуть. Нет, я вот где-нибудь час в прямом эфире играть музыку было бы очень интересно, так что если Радио 4 кто-то слушает... Да-да-да, Радио 4, друзья. Это конкретный вызов вам. Номер телефона можете узнать потом в нашей редакции. Да, в принципе... Вы знаете, мой номер телефона? Раймон всегда доступен. Мы, конечно, если мы знаем про диджейство, то и номер телефона... У вас хорошие источники, конечно. Будет ли специальный диджейский сет к Дню независимости? И в каком андеграундном заведении? Сделай немножечко промо. Нет, не будет. Нет, я думаю, но зато, зато у меня есть такая... Ну, чтобы вообще выйти, чтобы было настроение, как, наверное, все сегодня слушаю много из Spotify. И обычно, да, это моя обязанность. Когда мы готовимся выйти на праздники, это обычно моя обязанность переключить песни в Spotify и выбирать, что мы слушаем. Так что... Ну, такого вот, да, праздника рекламировать пока не могу. Но мы и не хотим, чтобы в андеграундные клубы Пагаталина появились толпы избирателей Центрической партии. Окей, хорошо. Если не толпы избирателей Центрической партии, кто же ходит? Есть специальные андеграундные клубы для сотрудников управления района? На самом деле, я могу сказать, это очень интересно. Существует как будто два мира. И один такой мир, где, да, я являюсь для... Ну, многие люди считают меня таким видным или более-менее известным политиком. Но еще у нас есть целое такое, вот скажем, молодое поколение, которому совсем не интересно то, что происходит в эстонской политике, которые не следят за новостями, у них дома нет телевизора, у них они не слушают радиопередачи. И вот, например, когда я очень часто где-нибудь даже в своем районе, значит, я сговариваю там с людьми, с молодыми женщинами, они спрашивают меня, чем вы занимаетесь? А у вас в районе, в принципе, больше молодых женщин потенциальных избирателей живет? Или с парнями? Ну, что с ними говорить? Да, что я хочу сказать, они мне спрашивают, ну, какая у вас работа, чем вы занимаетесь? Я говорю, ну, это я работаю в районную правую Пахеталина. А что вы говорите? Нет, они говорят, а что это такое? Что это такое? Я говорю, ну, а вы где живете? Они говорят, в Коломайе. Я говорю, ну, вот значит, вы живете в Паяталине. Они говорят, нет, я живу в Коломайе. Значит, это очень интересно, на самом деле, несмотря на то, что... Вы говорите, а я руковожу как раз и Коломайе тоже. Нет, и тогда, тогда ты точно знаешь, вот в понедельник, вторник, когда ты пишешь в Фейсбуке, там, привет, было приятно познакомиться, и когда ответа нету, они загуглили тебя. А вы живете в Коломае? Нет, я не могу Вы знаете, сколько квадратных метров в Коломае Да, я знаю Я как скромный чиновник На скромной чиновничной зарплате Не могу пока себе это позволять На самом деле я хочу переехать Но я больше думаю сейчас про Копли И про район Пельгурант Потому что они очень перспективные И мы очень сильно занимаемся этим Чтобы они были перспективными Я думаю, что вообще, наверное, жителям Копли И будет даже, может быть, неинтереснее всего В следующие пару лет Да, штромка задышит по-новому Те модные молодые люди Многие говорят хипстеры Но я скорее не люблю такое слово Поскольку оно уже изжило себя Как несколько лет Но у вас еще осталась, конечно, борода Ну, я не могу с ней расстаться Иначе я помолодее на 10 лет Нет, это сделать Это сделать человека Сразу выглядеть как-то постарше, поумнее Например, Евгений Осиновский без бороды И не представил бы я его на посту министра Про Осиновского мы еще поговорим Вот эти молодые люди Перспективные, интересующиеся всем Что происходит сейчас в мире и в стране Они ходят на выборы? Нет Нет, нет, они не ходят Когда мы еще точные цифры же не знаем Дали же возможность голосовать 16-летним, 17-летним И я вот очень часто посещаю школы Меня приглашают и говорю Я всегда спрашиваю Значит, вам был 16-17, когда были последние выборы Последние месяцы? Он говорит, да Вот кто голосовал? Все-таки меньшинство Меньшинство И это очень важная задача На самом деле партиям, политикам Думать об этом Потому что Иначе, мне кажется, что Если наши партии Как-то не адаптируются И не понимают, каким образом делать Это молодое поколение Скоро создает себе новые партии Эти партии будут значительно лучше, чем старые партии И они вообще не будут обращать внимание На эти Мужчины и женщины Средних лет В серых костюмах Если бы мы сейчас забежали На 100 лет вперед Представим себе учебник истории 2118 года Что бы вы хотели, чтобы там было написано О Раймонде Кальюлайде? Знаете, вот это На это можно как-то В шутку ответить Можно серьезно ответить Можно серьезно, можно В шутку Представим программу «Максимум» Да, давайте, если об этом серьезно говорить На самом деле Попадет ли кто-нибудь в историю или нет Там еще очень большой роль Играет какая-то случайность И Если мы, например, думаем Про последние 25 лет Я думаю Из независимой Эстонии Заново Я думаю Это всего этого периода Четверть века Я думаю Только три личности, наверное Те, про которых мы будем помнить Еще через десятилетие Это Ленард Мерри Март Ларри От Касависер Я думаю Остальные имена фамилии Которые сейчас В газетах Про которых говорят в радио Которые ходят в ваши передачи Трудно представить Что мы про них будем помнить Через лет 20 Или 30 Или после того Когда они уйдут из политики И даже если человек Достиг там Самый высокий уровень Стал премьер-министром Это еще не гарантирует Тебе вход в историю Вход в историю Для этого надо делать Что-нибудь особенное И до какой-то степени Может быть политическая карьера Это и есть Ты готовишься К какому-то шансу Что у тебя может быть Возникает шанс Делать что-нибудь Особенное Большое Для своей страны Этот шанс Может никогда не прийти И с этим надо как-то мириться Вот Сим Калласа Когда-то спросил Кто-то Что надо делать Чтобы стать премьер-министром Он сказал Знаете Если вы будете мечтать О том Что вы станете премьер-министром Там вот эта роль случайности Такой большой Вы можете с ума сойти Не надо об этом думать Это случится с вами Не случится Работать надо за этим Чтобы быть готов К этой ответственности Но в конечном итоге Так что если серьезно К вам отвечать До какой-то степени Вперва Я не знаю Будут ли там вообще Про меня что-нибудь писать В этом учебнике И что будет Это зависит уже от Процессов Которые не под моим контролем Я вам серьезно Простите Да, да Какой должна быть Эстония через сто лет Ну Мы сейчас Ускориться на телевидении Но До какой-то степени Важно понимать Что две вещи Вот если основатели Скажем Эстонии Или люди Которые в свое время Начинали Вот этот процесс Сто лет назад И также Те мальчики Которые например Погибли В первой войне Сразу Прости Восстановлены Так как объявили Значит Эстонскую республику Если их спросить Довольны ли они С Эстонией Нынешнего дня Я думаю Они бы отметили две вещи Вперва Эта страна Независимая До сих пор И это чудо Это чудо Потому что Если мы смотрим На европейскую карту В протяжении Вот это сто лет Это чудо Что существует Независимая Эстония И во второе Я думаю Для эстонцев Конечно Очень важно Что И сегодня И через сто лет В этой стране Поют Пишут На эстонском языке Что у нас существует Вот эта вот Наша культура Естественно Времена Были перемены Были свои Демографические Процессы В Эстонии Живет 192 разных Национальностей Насколько я знаю Эти люди Все равны В равных правах И они должны Все тоже Чувствовать Здесь себя Как дома Это очень Очень важно Но я думаю Что вот Если мы говорим Про сто лет В будущем Я думаю Все согласятся Что вот Это две вещи Чтобы эта страна Был независимым До сих пор И Эта вот Независимость Был крепким И чтобы существовала Это уникальная На самом деле Маленький язык Маленькая культура Которого Языка говорят Меньше миллион человек В мире Это уникальная вещь Я согласен Это действительно Две очень важные вещи И чтобы Ну не совсем На серьезной ноте Хотя это очень Важные вопросы Которые мы обсуждаем Заканчивать Я предлагаю Маленькую игру Хорошо Блиц опрос Я задаю вопрос Даю два варианта ответа Нужно выбрать Только из этих двух Ага Как-то А и Д Ну просто Один вариант Второй вариант Нужно выбрать Сразу какой-то Один из них Ужас Ну давайте попробуем Да давайте попробуем А если я не хочу Выбирать ни одного из них Не получится Потому что их только двое Хорошо, окей Блиц Начинаем С кем бы вы пошли в кино? С Кармен Кась Или Кармен Педеру? Кармен Педеру Если бы у вас была Машина времени Вы бы отправились В прошлое или будущее? В будущее С кем бы вы Выпили в баре Или просто бы пошли в бар С Тави Ривасом Или Евгением Асиновским? Я знал, что будет про Евгения Асиновского Я бы пошел с Тави Ривасом С кем бы вы сделали селфи? С Арнольдом Шварценеггером Или с Юрием Раттесом? У меня уже есть селфи с Юрием Раттесом Поэтому я скажу Арнольд Шварценеггером Кстати, я читал его книгу Очень интересно Советую Точно так же, наверное, подумал И сам Юрий Раттес Когда я подвернулся Я очень надеюсь, что когда Арнольд Шварценеггер Будет выбирать между мной и Юрием Раттесом Он тоже выбирает меня С кем бы вы создали новую партию? Со Сноупдогом или Дженнифер Лопес? С Дженнифер Лопесом Почему? Мне кажется, Сноупдог более либеральный Он более либеральный, конечно Но знаете, я вот иногда, когда я смотрю на эстонский ландшафт Я думаю, кто у нас, вот как Марио Лаурестин? Где у нас вот такая вот фигура, как Марио Лаурестин Мудрая женщина с академическими знаниями и так далее Она же играла очень важную роль в начале 90-х Народного фронта Конечно, у меня есть свои сомнения по поводу Джей Ло и Дженнифера Лопеса Подходит ей роль в Марио Лаурестине Но кто знает У нее есть большой опыт И это правда И еще несколько быстрых вопросов ОТП или Куршавель? Куршавель Да почему? А почему ОТП? Хорошо, лыжи или сноуборд? Знаете, вот про ОТП Однажды я делал интервью с Александром Милоскевичем Для ААС Отдыхай в Эстонии Такая компания была Мы спрашиваем Милоскевича Если у вас есть возможность Где вы хотели бы отдыхать в Эстонии Он скажет, ну если у меня такая возможность Я бы, конечно, предплачивал отдыхать в Италии Так что Хорошо, что у вас было? Лыжи или сноуборд? Лыжи Сипсик или лото? Сипсик Окей Елена Соломина или Елена Поверина? Поверина ЭТВ Плюс или ПБК? ЭТВ Плюс или ПБК? Да ПБК, конечно Я знаю, Михаил Кылвард смотрит нашу передачу В программе шоу Дозорцев на ночь Был старейшина столичного района Пыхяталин Раймонд Калилайт Большое спасибо, что пришли к нам Вам большое спасибо Аплодисменты Ну что ж, на этом шоу Дозорцев на ночь подошло к концу Я поздравляю всех жителей Эстонии с Днем Независимости Эстонию со столетним юбилеем Живите в своей стране Любите ее Гордитесь ей Ну и, конечно же, смотрите ЭТВ Плюс Спасибо, что были с нами Пока Ни palju, mida öelda, tahan sulle Коих сэнад, on, kui südame Хэт, sa kuulas, kallis See tunne hoiab alas viimeid koos Ja minu huule Sul vaikselt kõrva soosistavad Унес лендан Лэби Кои нян систь каугел Систь лэхвитад Я наератад Ни, калис олен Сусть лову Та ма иал Ни ei са Сусть лэхвитад Унес лендан Лэби Лэби Кои нян систь каугел Систь лэхвитад Кои нян систь лэхвитад Сусть лэхвитад Ja нюст лэхвитад Коя нян систь Коя нян систь каугел У-у-у, сень нормаста У-у-у, сень нормаста